Вчерашние события с безнадзорными животными возле администрации Артема привлекли общественное внимание. Глава города Вячеслав Квон, пообщавшись с участниками событий, прокомментировал ситуацию следующим образом. Они привезли 4, кажется, 5 собачек, кошечек, сколько-то. Ну, очень, причем звери, зверюхи очень симпатичные такие. И я говорю, ну все, привезли, оставляйте, сейчас я буду заниматься их обустройством. И говорили о том, что есть передержки в таких-то местах, которые она прекрасно знает, которые сегодня пользуются доверием у зоозащитников. Естественно, это платно. Я готов был найти, наверное, предпринимателей, тех, кто помог бы определенное время их содержать в этих приютах до того момента, как их пристроят. Ну, вот не согласилась. Не согласилась, но я могу предполагать, почему не согласилась. Потому что мне вот тоже люди пишут о том, что, ну, все-таки за каждое, за каждое, там, животное, там, платятся деньги. И, там, ну, вот, прям говорят о том, что я отдала вот эту вот собаку туда, почему она там мелькает сейчас на снимках возле администрации. Я за нее плачу деньги для того, чтобы этот человек за ним ухаживал. Ну, это такая история. И, наверное, здесь ничего страшного нет. Другой вопрос, что, ну, своеобразный, наверное, своеобразный такой вот, ну, я бы не сказал, там, шантаж, ну, своеобразный какой-то найти рычаг влияния, воздействия. Наверное, это неправильно. Наверное, это неправильно. Какая бы проблема ни была, ее нужно постепенно решать. Смотрите, мы посоветовали все-таки ей идти официальным путем, написать заявление официальное, выделение земельного участка, где указать, под что этот земельный участок. Почему? Потому что, ну, вот, с ее слов я понял, что она говорит, вы дайте мне земельный участок, подразумевая тот земельный участок, который подается под индивидуальное жилищное строительство. Но это тоже невозможно по той простой причине, что даже если сейчас, там, мы выделили где-то на пустыре, и вокруг никто не построился, то через, там, год, через два года кто-то построится, и точно так же родится такое же заявление от соседей, которые скажут, что, ну, вот, нам доставляет это неудобство. Поэтому назначение земельного участка, оно там прописано строго, есть нормативы и санитарные нормы, предъявляемые к этому участку, для того, чтобы можно было в приют эти дела. Мы определили несколько таких земельных участков, достаточно давно их сформировали, и зоозащитникам предоставили, и сказали, вот эти земельные участки, вы можете на них организовать приюты, они подходят по всем нормативным и санитарным правилам. Но зоозащитники посмотрели и сказали, что обустройство приюта на этом земельном участке, оно будет связано с большими затратами, ну, действительно, это так. Значит, в следующий шаг мы ищем другие территории, и сегодня для того, чтобы вид разрешенного использования соответствовал вот этой направленности, нужно вносить изменения в генеральный план, это определенная процедура, это публичное слушание, и мы к этому идем. Это не может сделаться вот просто раз, и все сделается. Там, в течение одного, даже в течение одного месяца это сложно, но мы понимаем, что нужно делать, и мы к этому идем. Мы сегодня разместили аукцион по отлову содержания безнадзорных животных. Вот эти полномочия буквально там с 2014 года, кажется, передали муниципалитетам. И, ну, я знаю, в Артеме, и я работал в другом муниципалитете, вот за все это время на эти аукционы, как правило, предприниматели не выходят. Не выходят ни предприниматели, ни зоозащитники, потому что условия, которые были прописаны в предыдущем законе, они, в общем-то, были сложны для исполнения. Сегодня вот уже Олег Николаевич Кожемяков пересмотрел закон, переработал в сторону ослабления вот многих вещей по содержанию, по содержанию безнадзорных животных. И, ну, я вот общаюсь, эта проблема есть, я поэтому общаюсь с защитниками, постоянно с ними на связи, и они говорят, что мы сегодня готовы выйти, выйти на аукцион, готовы сегодня поучаствовать. Я думаю, что вот тот аукцион, который мы сегодня объявили, как раз найдется защитник или предприниматель, который зайдет на этот аукцион и будет постепенно с нами работать, решая проблему безнадзорных животных. И все-таки мы с ней свяжемся, я думаю, свяжусь с ней и посмотрим, может быть, опять же, предложу еще раз по сегодняшним животным, которые там есть, поработать, чтобы их где-то пристроить в передержке, чтобы освободить эту территорию. И пусть она занимается там поиском территории, там пишет заявление, еще что-то. Должна быть работа. Не просто говорить, что мне нужно и все.